Всем привет! Выхожу в обещанный короткий прямой эфир. Напишу фектин, правило работы. Сегодня я готовлю конфитюр, который с осени мне интересно было приготовить. И я посчитала, что это будет хороший повод встретиться с вами и поговорить о пектине. Те, кто сегодня видел мои сторис, не озвучили восторга по поводу темы эфира, а совершенно зря. Зачем нужно разбираться в пектине? Так, меня слышно там нормально? Дайте знать, пожалуйста. И вообще можно улыбнуться, порадоваться встречи с вами. Давно мы не общались в прямом эфире. Я считаю, в сложившейся ситуации надо быть ближе друг к другу, надо общаться, давать пользу. Какую пользу могу давать я, я могу учить вас делать сладкое. Когда мы делаем сладкое, мы, как это говорят в кругах осознанных, заземляемся, приходим в себя, отвлекаемся от негатива, а также при помощи наших сладостей, когда мы кормим наших близких, показываем им свою любовь и заботу. Так вот, так, слышно хорошо, благодарю. Что у нас... Так вот, зачем, я хотела сказать, зачем разбираться в пектине? Что такое пектин, что он вам даст? Пектин поможет вам делать правильно. Зефир, начинки для тортов. Что еще там? То есть это желирующий агент, соответственно, он может связать воду в тех изделиях, которые вы готовите. Задавайте свои вопросы, задавайте вопросы какие-нибудь кондитерские, пишите, как у вас дела. Я вот просто вышла в эфир, чтобы мне с вами вместе было веселее готовить. Если надо рецепт, рецепт будет... Так, начинается. Никогда не блокировала никого, но... Так, пожаловаться на комментарий, выйти в прямой эфир. А вот девушка, которая пишет политические комментарии, интересно, если ее сейчас пригласить в прямой эфир, что она сделает. Так, ну вот, я научилась блокировать хейтерские комментарии. Сохранится ли эфир? Ну, если ничего не случится, сохранится. Сейчас Инстаграм, даже если что-то слетает, позволяет извлечь это дело все из архива. Что именно будете готовить? Я готовлю конфитюр. Сейчас я все расскажу. Вот, понятно, что время конфитюров осень, ну, лето там, да, вот. Но манго-маракуйя у нас можно готовить круглый год, потому что все равно это совершенно не наши фрукты, да. Так вот, смотрите, что касается политики, политику мы здесь не обсуждаем. Инструкции, что лично мне делать, мы не даем. Как и я вам не даю инструкции, что вам делать. Я за позитив, за взаимную поддержку и за теплое общение. Вот. Так что я научилась блокировать комментарии, я теперь знаю, как это делать. Так, значит, смотрите, что у нас тут есть. Благодарю за сердечки. У меня очень адекватная аудитория, и много девочек из Украины на меня подписаны, но практически никто ничего мне, ну, такого вот неадекватного не пишет. Я очень вам за это благодарна. Вот. Я понимаю, что люди, когда им страшно, когда им плохо, они могут начать паниковать и вымещать это таким образом. Но я берегу свое эмоциональное пространство. Я нужна себе, я нужна своей семье, я нужна вам в том числе. Вот. Поэтому, поэтому будем адекватны, да. Так, значит, что мне тут есть? Я в сторис публиковала. Я купила манго, одну штуку, и порезала его на кубики. И смешала это с пюре, ну, как пюре, пюре маракуйи, но пюре маракуйи, вы знаете, это сок даже не с мякотью, а это обычный жидкий сок. То есть здесь у меня смешано, сейчас я возьму рецепт, здесь 75 грамм пюре маракуйи, купленные во вкус вилле, обычная манго, 300 грамм мякотью у меня, пол палочки ванили я замочила, и 175 граммов сахара. Что я сделала? Я сутки назад эту смесь оставила взаимодействовать между собой. Что за это время происходит? И что такое инвертный сахар? Инвертный сахар – это сахар термически обработанный в присутствии кислоты. И, соответственно, мы сейчас, когда мы вот это дело замочили на сутки, мы, ну, такое сделали а-ля инвертный сахар. То есть в присутствии кислоты наших фруктов наш сахар инвертировался. Что это нам даст? Это нам даст дополнительную консервацию, в моем случае это вообще не актуально, потому что я это быстро съем. Но такой способ позволяет меньше проводить термическую обработку фруктов. Поэтому чем меньше мы варим, тем более яркие, ароматные остаются наши фрукты. Что я сейчас делаю? Вообще разговор про пектин сегодня, да? Зачем нам нужен пектин? Мы понимаем, что пектин – это загуститель. За счет чего он у нас загущает наши, ну, конечные продукты, да? За счет того, что он связывает воду. Зачем нам связывать воду? Во-первых, чтобы наша начинка, ну, не вытекала, да, чтобы она загустела. Во-вторых, когда мы связываем воду, в свободной воде у нас могут образоваться какие-то бактерии, да? Вот, соответственно, когда пектин связал воду, он, ну, в этом случае является консервантом. Смотрите, вот про зефир, да? Как у вас с зефиром? Пишите, как у вас с зефиром? Есть у вас вопросы про зефир? Рассказывают ли вам про пектин применительный на зефир? А я буду отмерять следующие свои ингредиенты. То есть, что нам дает пектин? Что надо знать? Надо создать ему такие условия, чтобы он впитал в себя ту воду, которую мы хотим связать. Чтобы наше изделие загустело и приобрело определенную консистенцию. Какие условия нужны пектину? Обычному желтому пектину. Вот у меня тут давали мне на рекламу. Пектин яблочный. Желтый пектин – это пектин, который, ну, самый простой. Он бывает, в основном продается либо яблочный, либо цитрусовый. И этому пектину для того, чтобы сработать, нужно два момента. Температура, рассказывайте все. Ой, господи, как я люблю таких людей, которым все интересно, которые также ядовицы чокнутые, которым интересно все кондитерское. Ну, так вот, рассказываю. Значит, для того, чтобы пектину сработать, нужна температура и нужен сахар. Конкретно этому желтому пектину. Я вам сейчас скажу интересную историю про пектин ННЖ. Пектин ННЖ – это пектин термообратимый. В чем разница? То есть, вот этот пектин мы с вами сейчас используем. При взаимодействии с сахаром и при нагревании он у нас свежет воду, да, у нас образуется, ну, мы сделаем конфитюр, который нам нравится. Обратно мы вот это вот дело, загустевшее, распустить уже не сможем. Так работает обычный пектин. Пектин ННЖ является термообратимым. То есть, мы сделали какую-то начинку. Она у нас при комнатной температуре или в холодильнике стабилизировалась. Она приобрела определенную плотность. Ну, вот нам не нравится что-то. По моему опыту часто бывает, что, ну, жидковато как-то. Пектин ННЖ тем хорош, что мы можем заново нагреть нашу смесь, добавить, например, еще какое-то количество пектина, и он снова сработает. Он снова нашу массу сделает более густой. Понятно рассказываю? Что-то я сегодня так нагулялась, и такая вот у меня пустая голова, я вам писала в сторис, что мне кажется, что я немного заговариваюсь. Так вот, этот пектин, таким образом, мы не сможем растопить и обратно там, ну, обратно охладить. Пектин ННЖ, он, будучи термообратимым, позволяет нам замораживать наше изделие. Вот, поэтому это очень удобная штука, и пектин ННЖ, он значительно более сильный, чем обычный желтый пектин. Что касается силы пектина. Сила пектина – это история достаточно неопределенная. В зависимости от производителя, ну, то есть, тут нет такой градации, как, например, у агара, его силы, да, либо у желатина, сила которого в блумах измеряется. Вот, соответственно, пектин, вот он просто пектин. И мы только опытным путем можем понять, какой пектин сильнее, какой пектин слабее. Тот же самый пектин ННЖ, он может быть сильным, он может быть слабым, ну, относительно слабым, да. Вот, поэтому, что вот классно в пектине, я вот конкретно вам ситуацию рассказываю, что вот мы сделали начинку, например, я для зефира разрабатывала начинки, у меня были сборники. Мы сделали начинку, а она жидковатая, но мы понимаем, что будет вытекать из зефира эта начинка, уж слишком жидкая. В этом случае мы можем взять ее, заново растопить и добавить еще пектина. Что еще хорошо? Удобно хранить изделие с таким пектином. То есть, сейчас, мы можем, я ее заберу для того, чтобы отмерить пектин свой. Мы можем приготовить начинку из вот этого нашего пектина ННЖ и хранить ее в холодильнике. И когда нам потребуется что-то начинить или, ну, в зефир там, или как-то еще придать ей какую-то форму, мы эту начинку нагреваем и, соответственно, используем. Поэтому пектин ННЖ, вот в чем разница, то, что он термообратимый, то, что он более сильный. Я сейчас отмеряю нужное мне количество пектина. 3 грамма у меня идет в этот конфитюр. Ну, рецепт я опубликую под записью эфира. Что нам нужно знать? Для того, чтобы пектин хорошо растворился в начинке и не пошел, ну, ну, не собрался в комки, мы сейчас берем и его аккуратно и тщательно перемешиваем с сахаром. Когда пектин перемешан с сахаром, он лучше разойдется в нашей начинке. Сейчас я подготовлю, что еще нам требуется. Сюда же идет у нас 50 граммов глюкозного сиропа. Особенность глюкозного сиропа такова, что его сладость меньше, чем у сахара. Что это нам дает? Это нам дает, ну, менее сладкий продукт на выходе. То есть я в свой конфитюр, это вообще не я придумала рецепт, это рецепт Марии Селяниной с марафона, марафон английской чаепития. В прошлом году я покупала участие в этом марафоне. Вот, за счет добавления глюкозного сиропа наш конфитюр будет менее сладким, и у него будет более такая тягучая текстура. Вот, какие правила добавления пектина? Мы его добавляем при температуре от 30 до, по-моему, 50 градусов. То есть мы берем нашу начинку, нагреваем ее до первого пара, и потом добавляем наш пектин. Почему не меньше, почему не больше? Потому что если в холодные, ну, фрукты, там, пюре, сок, куда угодно, мы добавляем наш пектин, он там просто не разойдется. А если наша смесь будет слишком горячей, пектин у нас заварится комками. Я раньше думала, ну, казалось бы, ну, комками, ну, фиг бы с ним, да. Например, если мы делаем там малину какую-нибудь, среди косточек эти комки, ну, нам будет и не важно. Но наш пектин не выполнит свою функцию. Если он комком заварился, значит, он воду не связал ту, которую должен был связать. Именно поэтому мы обращаем серьезное внимание на то, чтобы наш пектин разошелся должным образом. То есть я взяла, сейчас я вам поставлю, чтобы было видно ковшику. Ну, по большому счету пока что там ничего особо интересного нет. Мы нагреваем нашу смесь, в которую планируем добавлять пектин. И до первого пара и всыпаем нашу смесь с сахаром, пектина с сахаром дождем. Ну, лучше, конечно, тут размешать венчиком, но у меня такие кусочки манго, что с венчиком заморачиваться мне не хочется. Так, я поставлю сейчас на средне-высокий огонь. Даже, знаете, на высокий огонь я поставлю свой конфитюр. То есть, ну, это применительно именно к конфитюру. От 25 до 40 градусов температура добавления пектина, как всегда, говорит Мария. Ну, честно сказать, 25, на мой взгляд, маловато. Мне кажется, она так не говорит. Я вчера пересматривала урок. Ну, я не вижу смысла с вами спорить, потому что мы можем добавить пектин при более высокой температуре. Итак, вмешиваем пектин. Я вам сейчас расскажу, что будет происходить дальше. На самом деле, благодаря маракуи, манго магазинное, оно, конечно, нельзя сказать, что сильно-то ароматное, но маракуи ароматное невероятно, и, соответственно, это дает нам, ну, такой классный, классные такие тропические нотки. Я сейчас жду, чтобы наша смесь закипела. Сейчас добавлю глюкозу и наведу порядок на своем рабочем столе. Я буду уваривать свой конфитюр до 102 градусов. Что в этот момент произойдет? Почему именно 102? Потому что в этот момент испарится тот процент воды, который задуман рецептом, чтобы испарился. То есть каждый раз, когда мы увариваем что-то до определенной температуры, это означает, что в этот момент испарится определенный процент воды. Когда я выловлю ваниль, я ее положу в свою баночку, куда налит спирт, и там замачиваются стручки ванили. Очень классный получается ванильный ароматизатор. Используйте. Однажды в прямом эфире я пролила свою смесь и потеряла половину из своего нажитого непосильным трудом запаса ванили. Вообще для меня ваниль – это такая прямо драгоценность. Я к ней отношусь с трепетом. Это подходит для этого рецепта для обычных ягод наших. А знаете, я посмотрю рецепты, которые с ягодами. Дело все в том, что вот эти вот все конфитюры, смотрите, тут ответ на вопрос «подходит или не подходит рецепт» зависит от чего. Если вы делаете консервацию, которая будет у вас храниться при комнатной температуре, если вы собираетесь это, например, продавать, то необходимо в высшей степени ответственно подойти к моменту вот этого связывания воды. Если вы это делаете для того, чтобы тут же скушать, то я вам скажу «да, подойдет», потому что это будет вкусно однозначно, но как это будет храниться – это загадка. То есть если при комнатной температуре собираетесь хранить, то тут нужно либо путем подсчетов, либо путем экспериментов выявить те пропорции, которые позволят нашим смесям не портиться. За счет чего они не будут портиться? За счет того, что содержание пектина и сахара будет такое, что будет связана вся вода. Когда именно варят конфитюры, тут самая главная история в том, чтобы использовать минимум сахара, минимум термической обработки, но при этом, чтобы все это не заплесневело. Вот. То есть если вы хотите сделать и скушать, то однозначно да. Если вы хотите в торт, то слишком сладкое. Там другие пропорции. Я очень люблю… У меня ребенок сейчас тут перестал, а так мы практически каждое утро делали такую пектиновую смесь. Я брала 100 грамм ягод, ну клубника или там клубника с вишней, в общем, любые ягоды. Брала 30 граммов сахара и чайную ложку пектина желтого. Ну, яблочный, цитрусовый, какой попадется мне. Вот. И вот это вот ягодное, ну как сказать, повидло, не повидло, давайте скажем красиво, конфи, это очень вкусная штука. Вот. В начинку торта, соответственно, это тоже пойдет. Это будет достаточно густая текстура. Так, я ставлю термометр на 102 градуса. Слушайте, а пока мы с вами тут общаемся, расскажите, какие темы вам интересны. Кто тут новенький, кто тут старенький. Расскажите о себе. Я вот прям вышла в эфир с намерением пообщаться. Сейчас я глюкозу добавляю в нашу смесь. Ну, в общем-то, дальше я буду активно помешивать, чтобы ничего у меня лишнего там не заварилось. Буду помешивать активно и ждать, когда у меня будет 102 градуса. Это будет означать, что вся лишняя влага у меня испарилась. Вообще, Мария Селянина варит конфитюры с использованием рефрактометра. Это, слушайте, вот вчера смотрела урок, но что-то подзабыла. По-моему, он соотношение вот этого сахара и остальных веществ измеряет. Я знаю, что единица измерения у него градусы БРИКС. Но поскольку сегодня я... Знаете, это не платный мастер-класс, он не анонсированный. Я позволяю себе вот так говорить. Я что-то это забыла. Зефирный пектин нереально сделать в домашних условиях. Слушайте, вы вторая, кто сегодня спрашивает. То есть это реально актуальная тема. Надо попробовать. Я не делала. Реально, то есть есть такие рецепты. Он по текстуре отличается от зефирного агаря. Вопрос зачем? Вот слушайте, мне интересно. Расскажите, а зачем вы хотите сделать его? Ну как-то меня спрашивают, но мне не интересно. Но если всем интересно, можно проэкспериментировать. Почему нет? Такое пошло, вот посмотрите, интенсивное кипение. Это нам нужно для конфитюра. Если вы делаете какую-то начинку в торт или в зефир, тогда вот так вот активно кипятить не нужно. В этом случае я советую вам варить на 3 средней температуре. Так, и соответственно, смотрите, для общего понимания, что, как мы можем повлиять на густоту нашего изделия, мармелады, например, того же, да? Каким образом? Мы можем регулировать... Ай! Вторая раза. Плюется. Сейчас я возьму венчик, потому что такую короткую лопатку, я сейчас обожгусь. Вот эти конфитюры, они имеют обыкновение сильно поливаться. Вот. Каким образом мы можем... Мы можем влиять? Количеством пектина и временем варки. То есть, когда мы мармелады, вот эти вот, которые нарезаны, увариваем долго и упорно, и кажется, что уже термометр сломался. Что в это время происходит? Испаряется вода. То есть, мы можем регулировать плотность за счет... Да ладно, ты не... 102, да не верю я, что до 102, мы уже проварили. Чуть термометр ругается. Вот. То есть, мы можем дольше уваривать, и мы можем... Мы можем добавить большее количество пектина. Почему достаточно сложно... Ну, то есть, почему нельзя экстраполировать один рецепт сразу на все фрукты и ягоды? Потому что у всех, у них разное количество пектина. Соответственно, рецепты для мармелады, например, дают... То есть, какая ягода, в зависимости от этого, разное время варки. Вот. Так, ну давайте еще раз. Ну, не верю я, что уже до 102 прогрелся наш конфитюр. И что еще нам дальше важно? Мы, когда... Когда доведем наш конфитюр до необходимой нам температуры, потом мы добавим туда лимонную кислоту. Можно добавлять, ну, соответственно, просто щепотку, можно развести небольшое количество воды. Слушайте. Ну, прямо вот он мне говорит, что даже 103, а я не верю. Что дает нам лимонная кислота? Она также помогает сработать нашим пектином. И поэтому рецепты мармеладов, вот, например, тоже разрабатывают в зависимости от... Не только от пектинистости сырья, ягоды или фрукта, но и содержания в них кислоты. Вот такая история. Я вам начинала рассказывать про пектин и наш. Так, так, еще одна пошла на вылет у меня. Заблокировать. Вот, сейчас чистка пройдет в рядах моих подписчиков. Ну, может, она и не подписана, девушка, не знаю. Значит, что я говорила про пектин и наш. Прикол в том, что загустить сырье пектином и наш можно вообще без сахара и без термообработки. Представьте себе. То есть, когда мы берем фруктовое пюре, добавляем пектин и наш и пробиваем блендером, мы можем загустить начинку. Когда я узнала, слушайте, у меня был восторг, это было такое открытие. Возьмите и попробуйте. Что это вам может дать? Вы можете взять, я так делала, ягодное пюре, смешать с пектином и наш, пробить блендером, дать постоять, потому что не сразу, не сразу загустеет пюре. И потом это пюре, которое не добавит вам лишней сладости. Так, я сейчас дверь закрою, мои мальчики тут приехали. У меня эфир. Так у нас сегодня все. Спокойно и по-домашнему. Вы можете это пюре добавить, например, в крем-чиз. То есть, стандартный крем-чиз на масле. Благодарю за сердечки. Две части, например, крем-чиза, одна часть сахарной пудры, одна часть масла, например. И вы можете добавить еще, ну, я бы про процентов 15 от общей массы, добавила вот этого вот пюре. Не надо ничего варить. Берете пектин и наш, и все, и все готово. Вот представьте, мне кажется, это очень круто. Вот. Так. Ну что. Ладно. Еще раз я измерю температуру. Прямо. Ну, учитывая то, что я включила на максимум свою плиту, может быть, действительно, уже 102. Сейчас проверим. Дальше я хочу, поскольку, ну, такие достаточно крупные у меня кусочки манго, я хочу немножко пробить ту историю блендером. Еще чуть-чуть нагрею. Это он даже особо не плевался в меня, мой конфетюр. Так вот. Я сейчас прогреваю, потом я добавляю лимонку. В чем разница, когда вы добавляете лимонку щепотку, да? Ну, сухую, соответственно. И если вы добавляете лимонную кислоту, разведенную в воде. Так. Ну все, друг, все, я тебя поняла. Все. Уже это. Можно не пищать. Если вы добавляете лимонную кислоту, разведенную в воде, то, соответственно, она просто сработает быстрее. На глазок. Честно сказать, я довольно часто забываю добавить лимонку. Ну, у меня все работает. Ну, то есть, тут вопрос в уровне ответственности. Если я готовлю для себя, чтобы сейчас съесть, то я могу не париться. Если я готовлю на заказ, то тут совершенно другая история. Тут уже стандартные четкие громовки и стопроцентное исследование технологии. Сохраните эфир, столько информации. Да, сохранил, я думаю, что все будет нормально. Так, смотрите. Я насыпала лимонную кислоту. Я все это дело размешала. Сейчас моя задача выловить ваниль. Благодарю за сердечки. А, спрашивали, что готовим. Это конфитюр манго-маракуйя по рецепту Марии Селяниной с моими лирическими отступлениями и рассказами о пектине в принципе. Что это за зрение, с чем его едят. Так, ни один кусок ванили не должен пропасть в суе. Он сейчас будет растворяться в спирте. Вот, старый ваниль. Я вчера даже не смогла оттуда извлечь семечки. Прям так закинула стручки и все. Так. Все, что ли? Сейчас пробью блендером. И дальше еще интересный момент. Тоже на обучении у Марии Селяниной я узнала, что эффективно остужать нашу смесь до 80 градусов тоже при непрерывном помешивании. Это позволяет должным образом развить текстуру нашего изделия. Я наблюдала, если вы хоть раз варили штуф на пектине, вы тоже должны были это увидеть на практике. Когда ты вот так оставляешь, сверху, даже сейчас вот смотрите, я думаю, вы сейчас увидите, образуется вот такая пленка. Видите, складки такие? И вот эта пленка, это совершенно другая текстура. Она нам портит текстуру нашего изделия. Поэтому я сейчас быстренько пробью блендером, чтобы у меня часть малого превратилась в сыра. Вот. И дальше остужу до 80, активно перемешивая массу венчика. Понятное дело, я, как всегда, вам рекомендую свой икеевский ковшик. Потому что толстое дно очень сильно облегчает нам работу. Хочу някоти, чтобы оставались кусочки, но больше было някоти. Сейчас я подниму камеру, мы с вами поболтаем чуть-чуть и разойдемся по своим делам. Тут укладываться спать. Так. Готово. Вот сейчас мы продолжаем помешивать и смотрим, когда у нас... Так, ага, ваниль нашлась. Смотрим, когда у нас наш конфитюр остынет. Ну, то есть, если бы я делала это впрок, то я бы сейчас разлила конфитюр в стерилизованные банки, а так я разолью в банки, которые просто вымыты в посудомоечной машине. Ну, уже показывает 78, наш термометр. Так, непорядок, это надо убрать из кадра. Так что, сегодня я рассказала вам свои осознания и закономерности по пектину. Это даст вам понимание вообще процессов работы. То есть, вот, например, зефир, да? Все знают, ну, все мастерицы, когда начинают делать зефир, почему из яблок? Почему зеленые яблоки? Потому что там пектин. А дальше что? Ой. Так. Девочки, слышно меня? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Слышно ли меня? Тут у меня ребенок устроил диверсию и подключил мои наушники к какому-то своему гаджету. Жду от вас, не знаю, плюсики какие-нибудь поставьте. Слышно, не слышно? Так, ага, вижу сердечки, значит, слышно. Отлично, благодарю. Так, ну что, мы с вами здесь отработали. Сейчас я вам... А, давайте, давайте я вот сюда перелью часть и покажу вам, какая получилась красота. То есть, это вы можете сделать прямо сейчас, профессионалы, в том числе Мария Селянина, рекомендуют делать конфитюры из либо сезонных фруктов, находящихся на пике зрелости, но поскольку манго у нас никогда не будет сезонным фруктом, находящимся на пике зрелости, мы можем использовать замороженную. То есть, замороженную маракулу и пюре манго. Мне просто... Ну, что-то, наконец-то, я понимаю, что наконец-то надо все-таки сделать этот конфитюр, и поэтому взяла и сделала из магазинного. Я думаю, если бы я взяла пюре... Господи, как это называется? Замороженное, то результат был бы более ароматным. Ну, ничего, мне и так сойдет. Маракуя меня спасет. Так, что я сейчас делаю? Я убираю венчик, беру лопатку и покажу вам красоту. Задавайте вопросы. И я так от вас и не услышала. Вот давайте сейчас быстренько. Какие темы кондитерские вам интересны? Я говорю, ну, время непростое, хочется быть ближе друг к другу, хочу выходить в эфиры, но с тем, что вам реально интересно. Так что пишите прямо сейчас. Сейчас это все, история очень жидкая. пектину нужно время, чтобы застабилизировать начинку. Ну, по мере даже остывания все это будет густеть. И через сутки это будет совсем другая текстура, нежели сейчас. И вкус, в общем-то, тоже. Изделию надо настояться. Так, сейчас я вам покажу красоту. По-моему, это очень круто. Так что вместе с вами я приготовила то, что давным-давно хотела приготовить. Вот, кстати, вот напишите, что давным-давно хотели приготовить. Давайте вместе приготовим. Так, ну, смотрите. Вот. По-моему, очень красиво. Так, еще одна остановить войну. Так. Сейчас я изловлю ту, которая требует от меня остановить войну, а, соответственно, вы напишите, что хотите приготовить. Так. Угу. Так. Благодарю за сердечки. мармелад, мармелад желательно из смородины. Поняла. Так. Венчик от планетарного миксера можно ли где-то заказать? Девчонки, пишите, у Веры сломался венчик. Я в таких случаях, если честно, ну, вообще в полной растерянности нахожусь, потому что, ну, а может он еще на гарантии, может как-то можно по гарантии. Я всегда, я когда работала на заказ, я дико боялась, что у меня кен вот встанет, и думаю, а что я буду делать тогда вообще? Так. Что вы тут еще мне пишете? Так. У Эльбеки есть такой продукт, который загущает без проваривания, но это пектины, но про пектины наш первый раз удивительно, надо попробовать. Да, вот это вот у них и есть, она, Ира Лямина, она и рассказывала про этот пектин наш. Вот, но это не только пектин Эльбеки, а любой пектин наш можно использовать. Лимонка помогает сработать пектину, пектину нужна и кислота для того, чтобы сработать. Так. О, Господи, еще одна. Да, сложно. У меня на предстоящей неделе запланировано два эфира в двух марафонах. Эфиры по продажам. Я буду говорить о том, ну, вообще, как человеку, который хочет что-либо продать, да, хендмейд, и сладости, как себя вести в кризис. Вот, чувствую, будет весело. Вот, это самое, чизкейк пишет, заблокируйте, пожалуйста, этих даунов. Да я блокирую. Так, пастила яблочная, а то я приготовила, ничего не получилось. Девчонки, по пастиле не, 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 не знаю. Макаронсы, макаронсы, это самое, макаронсы, надо отработать. Я макаронсы, я с ними договорилась один раз, это самое, один раз с ними договорилась и сделала их хорошо, а с тех пор, знаете, у меня просто рука отваливалась, когда я вот этот макаронат вымешивала, и я что-то больше не стала. я их обожаю сама. Значит, давайте, я записываю. Мармелад, макаронсы, ну, когда я освою макаронсы так, чтобы это доходчиво донести, я выпущу по ним урок, потому что в рамках эфира там точно не донесешь. Завтра попробую приготовить, обязательно делитесь. Маршболлы, это то, что шоколадный шар внутри маршмеллоу, такие я не делала пока. Какая красота, благодарю. Так, зефир. Мы сейчас приготовили конфитюр, манго-маракуйя, рецепт будет под сохраненным видео. Так, мармелад. Благодарю вас за сердечки. Желейный мармелад, он на пектине тоже. Да, нормальный мармелад его делают на пектине. Ну что, красавицы, заявки я записала. Мармелад, макарон, зефир. Ну, мне проще всего, конечно, выйти с зефиром, я ночью разбуду, и я вам по зефиру все расскажу. Вот, рада была вас видеть. Будем общаться в эфирах. Вот, на продающие, ну, будут анонсы, приходите, если вам актуально, потому что жить, жить, надо продолжать, и жить хорошо. Вот, что-то интересного пишите в личку, я за общение. Так, я готовила зефир по вашему рецепту, красота, ну, круто, я рада, что получилось. Так, ПП конфеты написала, почему нет, я тут решила пару килограмм скинуть, но пока, пока не скинула. Все, я вас всем благодарю, с вами хорошо, и до встречи, будем общаться. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok